Всем привет, с вами Ларри Дронов. Мы продолжаем обзор проекта MetaHash, а именно рассмотрим команду и White Pepper. Команда проекта MetaHash, инновационный подход к созданию нового блокчейн продукта, не мог не собрать вокруг себя амбициозную и опытную команду. Именно Глеба Никитина и Антона Аграновского хорошо известны в кругах разработчиков FIGA. В число важнейших разработчиков входит Олег Романенко, архитектор real-time сервисов, от Sniper, за плечами которого опыт создания высоконагруженной сетевой библиотеки. Михаил Заруцкий, отвечающий за обработку миллионов вопросов в режиме реального времени. И Сергей Ролян, планирующий схему взаимодействия различных систем и интерфейсов. Здесь стоит отметить советников и консультантов, оказывающих большую поддержку проекту. Весомый вклад принадлежит Скотту Уолкеру. Он является одним из наиболее признанных и осведомленных инвесторов в мире криптовалют. Американский коллега новой сети, предприниматель, соучредитель Blockchain Capital и глава Bitcoin Foundation Брук Пирс. Партнером из Китая стал Лю Юбо, действующий секретарь саммита лидеров и генеральный секретарь цифровой федерации. Его владение дипломатическим искусством высоко ценится и на родине, и за рубежом. Осенью этого года на при-ICO мероприятиях его выступления затронут тему стратегических коммуникаций с инвесторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Присутствуют советники из России, например Александр Угаев, давно знакомый с онлайн маркетингом и электронной коммерцией в целом. Опытные менеджеры это Анатолий Сморгонский и Сергей Сергеенко. Давайте перейдем к WhitePaper. Образ программы и операционной системы загружается в сеть и автоматически запускается на множестве машин в сети. Создавать можно на любом языке программирования, включая PHP, Solidity и прочее. И под любую ось. Полностью поддерживают функционал Smart Contracts. MetaApps могут работать с любым блокчейн и просто данными из интернета. MetaGate работает как децентрализованный каталог приложений в сети интернет, а также многоцелевой кошелек, который задействует интерфейс с открытым исходным кодом и протокол TraceChain, позволяющий работать с MetaApps. У сторонних разработчиков есть возможность использовать код MetaGate для встраивания функций MetaApps и TraceChain. В различные приложения и браузеры, с публичным дебютом протокола TraceChain и браузера MetaGate, криптовалютные эксперты ожидают, что MetaHash будет препятствовать крупномасштабной битве за широкое распространение. При всей технологической сложности, MetaGate гораздо проще для пользователя, чем обычной криптовалюты. Все необходимые аспекты безопасности работают в фоне, оставляя обычному пользователю, лаконичный и приятный интерфейс. Давайте поговорим о преимуществах. Преимущества системы MetaHash очевидны. Это ежедневные транзакции на высокой скорости. Низкие комиссионные для пользователей. В первую очередь это необходимо для предупреждения спама и перегрузки сервиса. Так называемая денежная защита кошельков от хакеров. Для этого введен дополнительный этап проверки и токенизация любого актива, в том числе криптовалют других сетей. Платформа использует Forging. Это новый вид майнинга. Его ресурсы включают в себя сетевые серверы, кошельки MetaGate, предназначенные для хранения данных, и MetaHashCoins, укрепляющие силы консенсуса. На мой взгляд кажется очевидным, что система MetaHash ожидает перспективный рост с момента запуска всех раундов программы. Тот факт, что ключевой компонент сети TraceChain строится на протоколе маршрутизации уже говорит о том, что компания сделала упор на использование искусственного интеллекта для максимально быстрой передачи сигнала. Это новаторский шаг, уже приблизивший нас к абсолютно новой ветви развития блокчейн-систем. И на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok